МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время мчится, путь бежит, путник на пути стоит, но шагнул ногой идет, вместе с временем вперед. Кто прибавит ходу путник, кто вдруг встанет, постоит. Время неприятный спутник, как река вперед бежит. Кажется, вот-вот догонит, но уставший стал в пути. Время же без остановки, все спешит вперед идти. Как бы путник не старался, ему время не догнать. Не получится нам в жизни в ногу с временем шагать. Не получится нам в жизни в ногу с временем шагать. Отбирай итог простой, где окажемся с тобой. Узкий путь или широкий, это выбор наш земной. Узкий путь или широкий, это выбор наш земной. У времени одна забота годы, месяцы считать. Нам же так порой охота наше время обогнать. Чтоб по моде одеваться И по сону всегда держать. Ну, а главное повсюду В свое время побывать. Ну, а главное повсюду В свое время побывать. Отбирай итог простой, где окажемся с тобой. Узкий путь или широкий, это выбор наш земной. Узкий путь или широкий, это выбор наш земной. Как бы ты ни торопился, Все равно все не успеть. Даже всех на свете песен Нам с тобой не перепеть. Ведь отрезок жизни мал, Время только счет ведет. Нам с тобой напоминая, Что за гробом вечность ждет. Отбирай итог простой, Это выбор наш земной. Время нам дает подумать, Где окажемся с тобой. Время нам дает подумать, Где окажемся с тобой. Вот и еще один год жизни остался позади. Ушел безвозвратно, Ушел навсегда. И из так недавно еще настоящего Стал прошедшим. Как-то на уроке философской этики, Когда до звонка на перемену Оставалось меньше трех минут, Маленький Дима поднял руку И задал учительнице такой вопрос. Зоя Ивановна, А что уходит в прошлое? Учительница Мила улыбнулась Детской непосредственности И уже открыла рот Для разъяснительного ответа, Как вдруг внезапно поняла, Что ответить-то Как раз она и не в состоянии. Сей невинный вопрос Поставил Зою Ивановну в тупик, И она решила обратиться К завучу по воспитательной работе. Знаешь, сегодня один из моих учеников Спросил меня, что уходит в прошлое. И представляешь, я не знала, Что ему ответить. Седой завуч почесал недельную щетину И подумал, а действительно что? После часа бесплодных раздумий Завуч заглянул в кабинет К директору школы посоветоваться. Услыхав вопрос, директор задумался. Очень-очень странный вопрос, Тем более о 10-летнего мальчугана. Все это очень подозрительно. Немедля, ни секунды, Директор позвонил районному председателю По вопросам науки и образования И поделился с ним своей проблемой. Председатель весьма серьезно Выслушал директора И сразу же по окончании беседы Связался с областным советом. Однако и этот звонок Не принес желаемого результата. И тогда этот вопрос Срочной телеграммой Был направлен в высшие инстанции. Министр лично прочел доклад И как прежде до него Погрузился в раздумья. Что же все-таки уходит в прошлое? Три ночи подряд Министр бодрствовал, Все размышлял и размышлял. Наконец его терпение лопнуло И он обратился к президенту. Президент внимательно Выслушал старого друга И заверил его, что все устроит. На той же неделе В столице состоялся съезд Известных профессоров и ученых, Ведущих академий, университетов И институтов страны. Светила науки Наперебой выдвигали Свои предположения и идеи. Но реальных и обоснованных Доводов в их поддержку Так и не прозвучало. Через три недели Изнурительной умственной работы Ученые просто-напросто Развели руками. Мол, это за гранями Нашего понимания. Глава государства Подписал указ Об увольнении всех этих ученых Занимаемых ими должностей. А сам вопрос Было решено похоронить Под грудами архивных Ненужных бумаг. Так на долгие годы Проблемная тема Была полностью изолирована От внешнего мира. И вот спустя 82 года После вышеописанных событий По распоряжению нового президента Весь архив Подвергся тщательному исследованию. Представьте себе удивление Работников архива Когда те обнаружили старый Пожелтевший листок Из школьной тетради Где было написано Всего одно предложение. Что уходит в прошлое? Этот важный документ Был немедленно доставлен В кабинет президента. И вновь старый вопрос Обрел новую актуальность. Теперь уже На международном уровне. Ученые всего мира Ломали голову над этой темой. Но как и их предшественники Не пришли к единому мнению. И вдруг У кого-то зажглась Лампочка в голове. Почему бы не спросить Об этом того человека Который задал этот вопрос? Это было просто И гениально. Невероятных усилий Стоило нынешней власти Чтобы разыскать Маленького Диму Которому, как оказалось Недавно исполнилось 92 года. И вот уже на протяжении Нескольких месяцев Он не встает с постели Его дни были сочтены Черный, суперсовременный Лимузин Остановился у подъезда Ветхой пятиэтажки Поднявшись в квартиру К Дмитрию Сергеевичу Абрамову Президент без лишних вопросов Прошел к постели Умирающего старца Уважаемый Дмитрий Сергеевич Будучи ребенком Вы поставили своей Учительнице вопрос Ответ на который Очень волнует нашу нацию И не только нашу Все страны мира Пытаются разгадать Ваш секрет Знаете ли вы Сами ответ на свой вопрос? Взоры всех были прикованы К морщинистому лицу старика Говорить он уже не мог И по этому жестам Попросил подать ему Бумагу и ручку Просимое нашлось В доле секунд Дрожащей рукой Дмитрий Сергеевич Вывел корявые буквы Знаю Боже, Дмитрий Сергеевич Скорее напишите нам Что же такое Уходит в прошлое? Старик написал Свои последние слова И тихо отошел в иной мир Ответ был столь же лаконичен Как и сам вопрос Уходит моя жизнь Да, с каждым уходящим годом Уходит и наша с вами жизнь Поэтому Не растрачивайте ее понапрасну Люди часто тратят свою жизнь На то, чтобы приобрести вещи Которые на самом деле Им не особенно нужны Многие говорят Я должен пользоваться жизнью Пока я жив Я должен достичь всего, чего желаю Знаний, удовольствий, денег, славы Они черпают жизнь Насыщаются ею Пока их жизненные силы не истощаются Измотанные и присыщенные Они остаются в пустоте И тогда понимают Что потеряли в жизни больше Чем приобрели Цените саму жизнь А не те плоды и достижения Которые она вам приносит Тот, кто предается только удовольствием Рабский следует эмоциям, страстям Транжирит свою жизнь За все, что он приобретает Должно платить И он платит своей жизни Если же человек посвящает свою жизнь Возвышенной цели То чем больше он работает Тем сильнее становится Самое главное Это жизнь И вы должны ее защищать Очищать Укреплять Осветлять Присоединяясь к этому пожеланию Матери Терезы Хочу напомнить еще Давно известную фразу Наша жизнь Очень быстротечна Поэтому, ценя жизнь Цените время Отведенное вам для жизни Помните, что каждая секунда Это неповторимый подарок Бесценная частичка вечности Времени есть свойства проходить Быстрее или медленней Не важно Ну до чего же надо быть отважным Чтобы без Бога год за годом жить Времени есть свойства изменять Надеяться на время Несерьезно Как часто нас пугает слово Поздно Но что еще от времени нам ждать Дороже всяких знаний благодать И счастье от ума Придет едва ли Бог знает то, чего нам не узнать Он хочет, чтоб его мы узнавали У вечности свойства не спешить Она всегда куда ей торопиться Все бесконечно непрерывно длиться Не подтолкнуть и не остановить У вечности свойства воскрешать Все то, что время губит и хоронит Послушай совесть Эта вечность звонит Сейчас пора решать Пора решать Дороже всяких знаний благодать И счастье от ума Придет едва ли Бог знает то, чего нам не узнать Он хочет, чтоб его мы узнавали Дороже всяких знаний благодать И счастье от ума Придет едва ли Бог знает то, чего нам не узнать Бог хочет, чтоб его мы узнавали Жизнь, самое ценное, что у нас есть на земле Состоит из секунд, минут и часов Они не стоят на месте Их неслышный бег становится заметным Когда, оглянувшись назад Мы с удивлением обнаруживаем Как быстро пролетел Еще один год нашей жизни С наступлением нового года Очень полезно оглянуться На прожитое время И вдуматься А часто ли я повторяю Такие же слова Потерянное время Время впустую Время, проведенное с пользой В нашей жизни Бывают мгновения Когда мы говорим, что Время замерло Или остановилось Но намного чаще Мы говорим Время летит Но что такое время? Над этим вопросом Всегда размышляли Философы и физики Писатели, поэты Многие авторы Выносили слово Время В заголовки своих произведений Можно найти рассказы О времени Историческом Геологическом И космическом Измерять время Люди научились Очень давно Но как правильно Использовать время Которое так быстротечно? Этот вопрос Более важен Но чтобы ответить на него Давайте поговорим О самом времени Что же такое время? Если никто меня Об этом не спрашивает Я знаю, что такое время Если бы я захотел Объяснить спрашивающему Нет, я не знаю Эти слова Августина Показывают, что даже Мыслителю Не под силу разгадать Эту величайшую загадку Вечности Кто познает Или сможет Объяснить время? Древние греки Представляли себе Время в лице Хроноса Божества Пожирающего Своих детей А в этом образе Заключалась Вся его Неумолимость Бесповоротность А может быть И жестокость В виде скелета С косой Люди изображали Не только смерть Но и время Все приводящее К своему логическому концу Еще время Изображали В виде Мельничного колеса Которое все перемалывает Или песочных часов С крылышками Время Невозможно Удержать Оно как будто бы Улетает Просыпается Сквозь наши пальцы Нет ничего Более временного Чем время Философ Античности Гераклит Сказал Нельзя дважды Войти В одну и ту же реку Потому что Все течет Меняется Уходит И река Через секунду Уже не та Люди Неповторимы И уже через Мгновение Становятся Иными Все зыбко Призрачно Нет ничего Постоянного И надежного Думаю Нетрудно Сообразить Что если бы Мир действительно Существовал Как многие Считают Сам по себе По закону Случайности То он бы Развалился К счастью Есть тот Кто верно Держит Вселенную В своей крепкой Руке Вечный Бог Ведь поэтому Он и называется Вседержителем Давид восхищается Его всемогуществом Говоря Ты поставил Землю На твердых Основах Не поколеблется Она Во веки и веки Ты сотворил Луну Для указания Времен Солнце Знает Свой запад Бог сказал Я создал Землю И сотворил На ней Человека Я Мои руки Распростерли Небеса И всему Воинству Их Дал закон Я Быстротечность И зыбкость Времени Ярко подчеркивает Вечность И крепость Бога Именно Такая расстановка Сил Дает возможность Познать Кто во Вселенной Хозяин Остановись Мгновенье Ты прекрасна Крикнул Фауст И в этом крике Было сокрыто Вечное стремление Человеческой гордыни Властвовать Даже над временем Управлять жизнью По собственному желанию Этого и ждал От него Мефистофель Лукавый Князь Лжи С одной стороны Сатана Победил Доктора Искусив Его На такое желание Но истинная Победа Осталась На стороне Человека Потому что Фауст Осознал Мимолетность Текущего Времени Бех Которого Увенчивается В конце Эпохой Осмысленного И вечного Бытия Он понял Что человек Живет не для того Чтобы Рождаясь Из пепла Ловить время За хвост И удовлетворять Сиюминутные Страсти А потом Умирая Вновь Становиться Пеплом Фауст Осознал Вечность Истинный Смысл Существования Который Есть Бог Библия Начинается Со слов В начале Сотворил Бог Небо И землю Может быть Это трудно Представить Себе Но судя По этим Словам Бог Был Еще До начала Эта Точка Начало Означает Рождение Осмысленного Времени Времени Бога Сотворив Небо И землю Господь Провел Смысловую Разделяющую Черту Между Духовным Небесным И материальным Земным Тогда Еще Не было Времени Человеческого Но Тогда Был Бог И уже Была Его Вечность Следующая Черта Которую Провел Бог Это Отделение Света От Тьмы А то Есть И Истины От Лжи И Назвал Бог Свет Днем А Тьму Ночью И Был Вечер И Было Утро День Один В Этот Первый День Началось Осмысленное Время И Только На Четвертый День Бог Создал Механическое Земное Время Сказав Да Будут Светила На Тверде Небесной Для Отделения Дня От Ночи И Для Знамений И Времен И Дней И Годов Вот Тогда И Закрутилась Карусель Привычного Нам Бытия Времени Которое Пожирает Рассыпается Перемалывает Улетает Время И Вечность Два Различных Способа Бытия Они Относятся К Разным Мирам Время К Земному И Видимому А Вечность К Духовному И Невидимому Они Сосуществуют Как бы На Одной Линии Апостол Павел Говорит Видимое Временно А Невидимое Вечно Человек Живущий Духовной Жизнью Живет Приоритетами Вечности А Не Тлена Апостол Призывает Нас Заботиться Не О Временных Ценностях Но Помышлять О Вечном Многие Из нас Тратят Драгоценные Минуты Своей Жизни На То Что Ценно В Этом Мире Мы В Попыхах Гонимся За Комфортом Богатством Репутацией Властью Совершенно Забывая Что Они Не 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 Однажды Александр Македонский Увидел Диогена Когда Тут Внимательно Рассматривал Груду Человеческих Костей Царь Спросил Его Что Он Там Ищет Философ Ответил Великому Полководцу Я Никак Не Могу Отличить Кости Твоего Отца От Костей Его Рабов Увы Смерть Ставит Всех Людей В Одинаковое Положение Для Бога Драгоценнее Всего Наше Преданное И Любящее Его Сердце И Минуты Общения С Нами Из-за Суеты Мы Часто Пренебрегаем Общением С Господом То есть Молитвой И чтением Библии Мы Не Встаем Случами Солнца Чтобы Прославить Бога Но Проклиная Будильник Выползаем Из постели И мчимся На работу А с работы По разным Делам Часто Только Под вечер Мы Открываем Библию И Отгоняя Назойливые Мысли И От усталости Клюкая В книгу Носом Пытаемся Исполнить Этот ритуал Общения С Богом Мы Часто Отдаем Богу Лишь Остатки Остатки Своего Времени Сил Сердца Неудивительно Что у нас В жизни Все Распадается Нам Прежде всего Нужно Снова Вернуть Бога На трон Своей Жизни И погрузиться В полноту Общения С Ним Чтобы Понять Время Потраченное На Бога Непотраченное Время Библия Рассматривает Время Не как Процесс Который Внутренне Присущ Миру Как Например Круговорот А как Нечто Данное Богом Управляемое Им И направленное К определенной Цели Бог Определяет Продолжительность Жизни Человека Мы Можем Планировать Какие-то Великие Дела В будущем Или Даже На завтра Забывая Что Наша Жизнь Может Оборваться Уже Сегодня Вечером Накануне Нового Года Особенно Остро Можно Ощутить Как Жизнь Быстротечна Каждый Раз Начиная Новый Год Мы Строим Наполеоновские Планы Обещая Себе Изменить Свою Жизнь Проходит Год За годом А мы Часто Остаемся Прежними Мы С ужасом Осознаем Что Мы Невластны Над Временем И Даже Над Собственной Жизнью Ио В 14 Главе Сказал Конечная Жизнь Ты Бог Решаешь Сколько Жить Кому Ты Устанавливаешь Нам Пределы Жизни И Их Ничто Не Может Изменить Давид Восхищался Что Дни Его Были Записаны В Книге У Бога Еще До Его Рождения И Что Он Держит Их Своей Руке На Самом Деле Это Здорово Что Нашей Жизнью И Временем Руководит Именно Бог Если Бы Эта Власть Была Дана Нам На Земле Уже Давно Случилось Бы Перенаселение Голод Войны И Жестокие Убийства Но Слава Богу Всемогущий Определяет События В Жизнях Людей Народов Цель Их Существования Он Определяет Приход Все Жившие На Земле Предстанут Тогда Пред Божьим Судом И Должны Будут Дать Отчет Об Использовании Отмеренного Им Времени Земной Жизни Правильное Использование Времени Откроет Путь К Вечному Блаженству А Злоупотребление Им Приведет К Вечному Проклятию Так Наша Жизнь Обретает Свой Смысл Как Время Милости Предназначенное Для Принятия Выдержать Испытание В День Божьего Суда Апостол Иоанн В Книге Откровения Пишет Что Видел Кто Не Был Записан В Книге Жизни Тот Был Брошен В Озеро Огненное Помня О суде Апостол Павел Ефесянам Писал Итак Смотрите Поступайте Осторожно Никак Неразумные Но Как Мудрые Дорожа Временем Потому Что Дни Лукавы Многие Заменили Страшный Суд Таким Понятием Как Конец Света При этом Вообще Трудно Понять Что Люди Имеют Ввиду Можно Встретить Разное Мнение От Всемирной Пандемии СПИДа И Вселенского Чернобыля До Потопа Ледникового Периода Или Взрыва Планеты Земля Достаточно Лишь Посмотреть Фильмы Об Апокалипсисе Чтобы Понять Чего Ждет Народ Люди Склонны Думать Что Они Просто Прекратят Своё Биологическое Существование В результате Природной Или Техногенной Катастрофы При этом Духовный Конец Даже Не берется Во внимание Экология Астрономия Медицина Совершенно Вытеснили Из современного Мира Представление О Боге Духовной Жизни И Духовной Смерти Люди Пытаются Приблести Бога К своей Теории О конце Света В то время Как у Самого Бога Уже Есть Свой План Как Все Закончить Он Детально Расписан На страницах Библии Нужно Только Ее Читать Неверующий Человек Часто Даже Не догадывается Что После Смерти Его Ожидает Вечность Которую Он Проведет В аду А не В раю С Богом Он Полагает Что Вечная Жизнь Это Награда За Добрые Дела Интересно Но Человеку Легче И Приятнее Поверить В то Что У Его Души Будет Еще Много Жизней Или Воплощений Чем В то Что Сказано В Библии Человекам Положено Однажды Умереть А Потом Суд Почему Люди Боятся Думать О том Что Ждет Их В В В Человеческое Сердце Попросту Не Может Смириться Что У Него Есть Только Одна Жизнь И От Того Как Ты Проживешь Зависит Где Ты Будешь Вечно В Жизни Или В Смерти Поразительно Но Твоя Вечность Зависит Лишь От Одного Важного Решения Принятия Жертвы Иисуса Христа Апостол Иоанн Сказал Очень Четко И Недвузначно Имеющий Сына Божия Имеет Жизнь Не Имеющий Сына Божия Не Имеет Жизни Иисус Наша Единственная Надежда На Вечную Жизнь Потому Что Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Всякого Греха Каплей Малой В море Вечности Растворился Прошлый Год Говорю С чистосердечностью Что Назад Он Не Придет Не Вернется Капля Малая Но Навек Не Пропадет В той Стране Где Небывалая Кто То Каплям Счет Ведет Велика Его Вселенная Края Нет Ни Вширь Ни Ввысь Все Ж Хранит Он Драгоценную Человеческую Жизнь За Нее Он Сына Чистого На Распятие Отдал И Ее Течение Быстрое По Его Пустил Следам Наши Годы Капли Звонкие Новый Год Опять Грядет Неужели Жасторонкою Человек Опять Пройдет Не Заметив Что Спасение Для Него Свершил Христос Неужели Капли Времени Станут Капельками Слез Бог С любовью И терпением Капли Жизни Бережет Может Кто-нибудь Спасение Примет В этот Новый Год Как быстро Время Тает А мир Большой Биттер Я Снова Прибегаю К Живительной Водер Земная Жизнь Качель Нам Долго Не Кружись И Нет Достойной Цели Как Истине Служить Я Понимаю Очередь Я В Нем Закричу О Боже Этой Ночью Зажгив Душе Свечу Закричу 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 Последнему Закричу Закричу Мир Катится Спеша У Человека Брата Не Спасена Душа Уже Густею Тени На Калиях Дорог Но Радуй Спасеньем Что Приготовил Бог Я Поднимаю Очи Я В Небеса Кричу О Боже Этой Ночью Закричу 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 Пристоящий год Не только Новый год Но и Новый Божий дар Всем нам Используйте его разумно Дорожите временем Потому что в эти дни Много зла Советует апостол Павел Ефесянам С этим же пожеланием Прощаются с вами те Кто работал над этой программой Счастья в жизни вам желаем Спутник в этом доброта Пусть вас Господь благословит И пусть в сердцах у вас горит Любви чудесной красота Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Многое чудесно Многое чудес на свете Счастье будет Счастье будет От сердца красота Пусть украшает Всю вашу жизнь доброта Всегда сияет От сердца красота Дорогие друзья Наше эфирное время подошло к концу До новых встреч на радиоволне 107.1 FM Радио Бананова Ждем вас у радиоприемников Каждый понедельник в час дня Звоните нам по телефону 663-178-617 Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь Которая находится по адресу Карер Сантеусеби 54 Метро 3 линия Остановка Фонтанна Или 7 линия Остановка Плаца Малина Каждое воскресенье 14 часов дня Мы рады будем увидеть вас Веры вам и добра!